И 500 метров с запада на восток. В полдопарном зелении он ассоциируется с двумя цветами. Голубой и зеленым. А у городов Капу-Людей и цвет и облик свой. Наш Асташка красотец водей зеленый-голубой. Марио за поселение Асташка со стороны возле в конце 18-го столетия увидел приехавший сюда новгородский генерал-губернатор Яков Стигер. В своем отчете и терапевтике Екатерием II он напишет следующее. Вселенное учебное место заслуживает предупреждение статуса города. Императрица подпишет указ дародиному статусу города 28 мая 1770 года. А двумя годами позже появится депп, сниверситами Ритко-Леша, Аликизу на голубом коне, Алику на голубом коне, Друглавый орел и Олицарской милости. Что же касается поминок построек, что мы видим перед тем сверху, это конец 17-го столетия, два собора. Один из которых ближе к нам в Троицкий собор. Там проявительские музеи, колокольные, располагаемые за ней, и мультиметровую площадку. Аликея купола с первого цвета воскресенская церковь, градусная которой уже 35 лет подряд. Проходит в нужном виде фестиваля камерной музыки, музыкального учреждения, души которой долгие годы и Галтина Артибова, основательница этого фестиваля. В этом году в 36-й раз ось стартует 21 июня и пройдет по 7 июня учителя. Итак, на этом с вами утопают все современные старинные постройки. А вот эти современные постройки, как раз, уютные гостиницы для стен нашего города, и не только. У нас проживает чуть более 16 тысяч человек, но именно летом нам лежит много отмискающих. Рекламировка же Анташкова такова, что улицы строго с севера на юг, шире и запад на восток, по плану заставленному еще в конце 18-го столетия архитектором из Санкт-Петербурга Ивана Второго. В лесе полуострова было пять малых островов, один из которых выведен далеки слева. Там как раз имеется угол на церкви Иоанна Богослова и Андрея Первозванного. Там находятся жители Женки Богородюбский монастырь, а остров развивается жизненной. На грани были амбары зерна в Мученькой Глебовске. Степленная дорога Дампро на средство главы города Ставина и богатых уроженцев Расташкова в середине 19-х столетия слимного остров и полуостров, на котором находятся моры. При этом огородчая территория, которого я спрямла, построена улица Ставы Собачина, в которой взял свою фамилию Бутин Яковлев, на которой в городе Санкт-Петербурге он с вовременными кормами оставился сюда покорять этот город. Мы будем достойны внимания на территории, как только она вновь покажется в поле нашего времени. А пока, с левой стороны, мы проходим еще один малый остров, называемый Повороний. Вот этот человек по мамилии Воронский обладал этой территорией. Возле эволюции он не верил за границу, спрятавший свои ценности, которые найти ему не удастся. Он не вернется сюда. На итогах 30-х годы в городе Санкт-Петербурге а сейчас на этом как раз острове располагаются Куртийские службы, обеспечивающиеся доход за финансирование деревьев. Два других малых островка, так называемые стульшки, Козни и Кванец, ныненно в городе Санкт-Петербурге не видны. Это раньше на высшем роднице шелузите и выращивали овощи, а ныне они родные. И вот национальный подрешетие по козру Санкт-Петербурге национальный Осташковский плёс. А плёс на середине такое означает широкое водное пространство. Достоит наше озеро из 24 таких плёсов, которые расположены северо-наюг на 10-10 км и 50 км с запада на восток. На этом плёсе самое широкое, самое товарное и самое глубокое места середины. Если вы приехали сюда, значит это не случайно. Ведь другого озера с такой красою просто и найти. Здесь острова и вольные лица и отдых радостных путей. Снега-конхаза и ляжа Крыма применяют всех на свой манер и размещены по сравнению и суетива в середине. И вот путешествуя далее, перед нашим маршрутом острову Соломного, мы увидим с левой стороны показавшийся остров Жильки, где ныне находится жительный женский подороговский монасты. Но появившаяся в начале ангелизиальная церковь в начале 18-го столетия позволила основать в 1716-м году на указу тракт первого мужской монастырь, который просуществовал до революции. Когда его застрелили соцсетляции и мусора, уроженка этой дверь Зелена Покина обнаружила со снятыми минами и полу Смоленской Божьей Матери 1 и 3 путеводительницы, которая висела на голову припасных воротах Асташкова еще в конце 16-го столетия. Принеся ее в дом, Елена Попина запрещала потомкам вернуть и было тогда, когда один из тех родился вновь. И вот в советское время на территории был маслодавод. А уже когда в 2002 году пришли женщины монахини, обиделся родился как женская. На следующий год вернулась Ипона будет разным не готовить 10 августа Большой простойный праздник на территории Моростоля. Там же известные дочки матери и женщины побавшие в сложную жизненную ситуацию находятся там в рюк детский старшколы и вот прогулявши с под этим улочством нашего отдашного минуя земли Руд Золотой Попол Церковь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок